Что такое трава? Растение Брахми Хималая Бакупа мелколистный, состав целебные свойства по Айурведе. Брахми Хималая Бакупа мелколистный, латинское Бакупа манинири, это трава, лечебные свойства, которые годами ценились жителям Индии, откуда она родом. В традиционной индийской медицине, Айурведе, растение Брахми использовалось для лечения эпилепсии, бессонницы, а также как успокаивающий и снимающий беспокойство о ингредиент. Индийская материя медика, книга знаний о природных ресурсах, рекомендует это растение как усилитель памяти и концентрации. Исследования подтверждают целебные свойства данной травы. Брахми улучшает умственные функции у детей, страдающих из ДВГ и поддерживает лечение нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона. Препарат Брахми в капсулах, таблетках для мозга, улучшение памяти и концентрации, внимание, инструкция по применению. Препарат Брахми выпускается в капсулах и таблетках. Это удобная форма для приема внутрь для мозга, улучшения памяти и концентрации, внимание. Ниже вы найдете инструкцию по применению. Бакупа мелколистная улучшает работу мозга, увеличивает способность концентрации, внимание и улучшает память как у молодых, так и у пожилых людей, что было научно доказано. Клинические исследования подтверждают хорошие эффекты использования Бакупы для восстановления умственных функций у детей, страдающих. СДВГ – для улучшения когнитивных функций у людей после инсульта и при эпилепсии. Американские и австралийские ученые исследовали влияние экстракта Брахми на внимание память в группе здоровых людей среднего возраста. Исследования, в которых одна группа пациентов получала 300 мг экстракта в день, а другая плацебо подтвердили влияние Брахми на улучшение умственных способностей. Однако они появились только после длительного приема около 12 недель. До этого времени особых улучшений не наблюдалось. Лучшие результаты тестов определения умственной работоспособности были получены в конце исследования на 12 недели, чем в начале на 4 недели. Этот эффект длился до месяца после прекращения приема препарата. Препараты, содержащие экстракт Брахми, рекомендуются школьникам и студентам, людям, работающим по специальностям, требующим высокой интеллектуальной работоспособности. Исследования также подтверждают положительные эффекты от использования этого растения для улучшения психических функций у детей, страдающих. СДВГ – для улучшения когнитивных функций у людей, перенесших инсульт и при эпилепсии. Это растение также помогает в лечении нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Брахми можно купить в виде травяного сбора, а также в виде таблеток. Цена 50 грамм измельченной травы в магазинах и аптеках составляет около 200 рублей. За таблетки нужно заплатить больше около 1500 за 60 таблеток. Брами, брахми – антидепрессивное действие, как принимать. Брами или брахми показывает антидепрессивный эффект. Это было видео из исследования американских ученых с участием 54 пожилых людей с депрессией. В конце исследования участники заполнили анкету Центра эпидемиологических исследований, которая помогает определить степень депрессии. Оказалось, что у людей, принимавших брахми, ее показатели меньше, чем до начала эксперимента. Также было доказано, что трава снижает беспокойство и частоту сердечных сокращений. Ученые предположили, что этот эффект связан с повышением уровня дофамина и серотонина бокозидами – основными активными веществами, содержащимися в боку по манере. Наропенефрин и дофамин отправляют информацию о том, когда человеку нужно собраться с силами, сосредоточить внимание и подготовиться к драке или бегству. Серотонин вызывает чувство сонливости, стимулирует мозг расслаблять тело. Когда по какой-то причине нейротрансмиттеров слишком мало, возникают помехи в связях между нейтронами. Это процессы, которые приводят к депрессии, а брахми отлично помогает ими управлять. Принимать препарат из этого растения нужно по 300 мг в день в течение 12 недель. Только по окончании этого периода наступит необходимый эффект, который будет длиться месяц. Потом можно сделать перерыв на 3-4 недели и повторить курс. Если вы принимаете брахми в капсулах или таблетках, то достаточно 1 капс или таблица. В день пить препарат нужно до еды или во время приема пищи. Ниже еще больше полезной информации. Читайте далее. Брахмия бакупа мелколистная против эпилепсии противосудорожные свойства. Этанольный экстракт бакупа мелколистной обладает противосудорожной активностью. Однако эффективность этого экстракта немного ниже 84% чем у фенитойна, применяемого при эпилепсии. С другой стороны, последнее соединение имеет побочные эффекты, например, развитие аритмии и появление головных болей, которые не наблюдаются при приеме экстракта брахми. Поэтому такое растение можно употреблять курсами при эпилепсии и других подобных патологиях. Брахми гемалой при язве желудка – свойства. Иранские ученые определили, что экстракт брахми гемалой проявляет отличное противоязвенное действие как профилактическое, так и терапевтическое. Этот экстракт увеличивает секрецию слизи, которая защищает желудок от раздражающих и повреждающих факторов, увеличивает жизнеспособность клеток слизистой оболочки, а также обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, исследования показали, что растение отлично действует против хеликобактер пайлорий – бактерии, которая является одной из причин язвенной болезни желудка. Масло – брахми для волос, брахми-порошок, вати-шри-шри, расайна, брин-гарадж, гемалая и отзывы. Если вам посоветовали использовать препарат брахми для омоложения или лечения и вы не знаете, что выбрать, прочитайте отзывы других людей ниже. Одни из них пили средства для лечения нервной системы, другие использовали масло и порошок для лечения кожи головы. Ирина – 28 лет, Ольга – 30 лет, Татьяна – 50 лет, брахми-расайна – это отличный антивозрастный препарат. Пила – порошок для омоложения, а брахми-брин-гарадж наносила на волосы против появления преждевременной седины. Помогать все препараты – брахми. Но только надо их употреблять курсами, не прерывая 3 месяца используйте, а потом 1 месяц перерыв. И снова повторяйте. Это касается как приема таблеток или капсул, так и при нанесении раствора на волосы из порошка. Видео – аюрведа. Брахми – растения мудрости. Прочитайте по теме ТОП-10 лучших успокоительных средств для нервной системы взрослого. Почему нельзя сильно нервничать во время беременности? Симптомы и причины нервного напряжения препарата Элтианина Девалар. Инструкция по применению нервно-психическое развитие детей. Раннего и дошкольного возраста. Раннего и дошкольного возраста.